МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск.Здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Вдох-выброс. Чем травят омечей? Кто ответит за загрязнение атмосферы? И почему никто не может найти виновного? Портрет будущего мэра. Каким видят городоначальника те, кто займется отсевом кандидатов на эту должность? Просроченные дома. У сотен Хрущева к Омске вышел срок эксплуатации. Но сносить их, в отличие от столичных, не будут. Фитнес для ленивых. Какие гаджеты омече используют для тренировок? И может ли модный трекер помочь похудеть? Омские депутаты на этой неделе предложили на несколько лет ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия полигона для утилизации бытовых отходов. Мусор на трех площадках могут складировать 11 месяцев, после чего его нужно вывозить на лицензированный полигон. А таких в регионе сейчас нет. Как отметил депутат гурсовета Юрий Федотов, не изменится ситуация и через год. А значит, правильнее было бы объявить режим чрезвычайной ситуации и открыть свалки на период их рекультивации и утверждения проекта полигона. На его строительство идет около пяти лет. Добавлю, что за последние два года к мэру уже трижды обращались с предложением ввести режим ЧС. Весной и летом 2015 года все из-за той же проблемы с полигонами отходов, а в марте 2016 из-за удручающего состояния автомобильных дорог в городе. Однако инициативу депутатов так ни разу и не поддержали. В Омске тем временем возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха. Напомню, мечи массово жалуются на едкий запах уже вторую неделю. Как оказалось, причина в выбросе в атмосферу этилмеркаптана норма была превышена в 400 раз. В списке подозреваемых несколько промышленных предприятий. Исследователи проверяют документацию, чтобы установить, на каком именно производстве допустили технический сбой. Представители некоторых организаций уже заявили о своей непричастности к выбросам. Между тем, за последние дни мечи вновь почувствовали злоунный запах. От каких химических веществ страдают жители каждого округа города и где воздух чище всего? Чем грозят и мечам выбросы промышленных предприятий региона? Вот об этом в нашей студии мы поговорим с председателем Ассоциации «Экологический комитет» Сергеем Костровым. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Владимирович, наверняка вы сами тоже этот самый едкий запах, о котором сотни мечей говорили, на которые жаловались, тоже почувствовали. Конечно. Трудно не почувствовать такой вонь. Вот этилмеркаптан. Вот в нескольких словах, чтобы люди понимали, если кто-то вдруг не знает, что это такое и насколько, чем он опасен. Ну, это особое соединение с серой в основном, да, используется для того, чтобы озонировать так называемый газ. Ну, кроме того, он, конечно, использует... Озонировать – это придать запаху, да? Придать запах. Дело в том, что природный газ и газ бытовой, он не имеет запаха, и если возникают утечки, возникает, соответственно, риск взрывов или каких-то инцидентов. Для того, чтобы мы носом почувствовали, не прибором, а носом почувствовали эту утечку, вот вводится дополнительный запашистый, очень сильно вонючий специальный газ, который естественное желание у человека вызывает закрыть все, что можно. Чем опасен? Это газ, который может отравиться человек, то есть такого нервного действия, он воздействует на кору головного мозга, то есть на самочувствие человека, у него может тошнота, рвота, и в больших концентрациях человек может умереть. Такой выброс могло допустить какое-то большое предприятие? Любое нефтехимическое предприятие, вот переработка нефти, оно там так или иначе используется либо в качестве результирующего вещества, либо в качестве какого-то компонента, либо вот на станции, где смешивается природный либо бытовой газ с адорантом. Я раньше работал в этой системе природоохранной и четко понимаю отношение предприятия и природоохранных органов. Не может природоохранный орган не знать, что это вещество используется или не используется на предприятии. То есть это же не какая-то там пипетка, это же большой объем, тем более опасного вещества. Конечно, все это нормируется, все это описывается, все указывается, в каких объемах это используется, в каких объемах можно выбрасывать. Кроме того, инспектора контролирующих органов очень хорошо должны знать технологию. То есть они должны четко понимать, где это вещество может появляться, либо храниться, либо использоваться. Чтобы знать, откуда, грубо говоря, беды ждать. Не просто знать, а разработать целую программу предотвращения такой беды. Вот эти чрезвычайные ситуации, в принципе, они могут случаться с разными веществами. И на каждое вещество, если оно в большом объеме существует, а здесь, похоже, при 400 ПДХ объем большой, должна быть разработана программа реакции. А если вдруг? И что мы будем делать? Ну, получилось, что ничего мы не будем делать. Если вот составить некую карту по округам, где какие предприятия и какая угроза каких выбросов может произойти жителям того или иного округа? Если говорить про то, что у нас советский округ, то, конечно, там нефтехимия, и вот она травит в разные стороны. Если говорить про весь город в целом, то, конечно, угольная ТЭЦ, наша ТЭЦ-5, она посыпает в зависимости от ветра вообще весь город целиком. Больше всего, конечно, то, что Октябрьский округ, Центральный округ, вот эта часть. Жители Левобережья от чего могут страдать? Ну, жители Левобережья, они находятся в очень сильной зависимости от климата. То есть, когда переносит на них то, что выбрасывается с правого берега, то они получают. Либо у них там есть еще Лузинский свинокомплекс, который тоже, вообще говоря, пахнет не очень приятно. И азоты в этой соединении, они, конечно, существуют. Если говорить про Ленинский округ, то там, что касается воздуха, более-менее благоприятная ситуация. Вот там есть другие источники, но что касается воздуха, более-менее благоприятная. Центр – это, конечно, в основном автотранспорт. То, что у нас вообще не контролируется, а расчеты и измерения показывают, что в час пик на перекрестках бывает 10-15 ПДК. То есть, строго говоря, это место, где надо находиться в противогазе. Сергей Владимирович, если вот кратенько перечислить те вещества, которые вообще потенциально могут быть выброшены в атмосферу города нашими предприятиями, вот прямо так их назвать, и чем они опасны? Много веществ. Но если говорить про ТЭС, да, вот те вещества, которые… Это, конечно, окислы азота, окислы серы. Это канцерогенные вещества, они, в общем, если окислы азота, они вообще трудно регистрируемы носом, но очень опасны. То же самое… Что вызывает? Онкология, онкология, в основном онкология, да. И транспорт тоже самое выбрасывает. Вот. Если говорить про нефтехимию, то там, то, что у нас принято регистрировать, это, конечно, вот бензопирен. Это такое вещество первого класса опасности. Это тоже онкология. Да, ну да. Ну и органы дыхания тоже поражаются. Кстати, от ТЭС тоже органы дыхания поражаются за счет попадания в воздух той самой золы, которая в большом количестве выбрасывается. Как исправить ситуацию? Есть решение какое-то? Очень большая проблема – это огромное количество ведомств, которые наблюдают за всем этим. Они между собой там не могут разделить сферы компетенции. Там 17 или 18 ведомств наблюдают. Нет одного. Поэтому предприятие перекидывает, перекидывает, перекидывает. Значит, контроль жесткий должен быть понятный, ясный. При этом доступ, вообще говоря, природоохранных органов должен быть на предприятии обеспечен. Он у нас фактически отсутствует. То есть невозможно там чаще, чем раз в два-три года проверять предприятие. И плюс, конечно, система контроля, потому что ее практически нет. В Омске она отсутствует, она для видимости существует. И, следовательно, мы не можем определить вовремя. А воздух – среда подвижная. И если мы не определим сразу, то мы не определим никогда. Но кто же скажет про себя, что он что-то выбросил? Хочется верить, что вот все, о чем вы говорили, вот сейчас, что все эти меры все-таки будут приняты. Сергей Владимирович, спасибо большое, что нашли время, что пришли в нашу студию и ответили на эти вопросы, которые, на мой взгляд, очень многих интересовали. А мы продолжаем программу. Теперь о грядущих катаклизмах. На этой неделе заместитель мэра Сергей Фролов рассказал, как город готовят к паводку. Из 264 мест возможным подтоплением 200 уже расчищены, рапортовал чиновник. Вывезено больше 600 тысяч кубометров снега, а все имеющиеся в городе ливневые стоки, когда придет время, будут работать. Сейчас их промывают горячей водой, чтобы те могли принять талую воду. Отмечу, что привести коллекторы в порядок еще к 15 марта от городской власти требовал глава регионального управления МЧС Владимир Корбут. Ну а руководитель регионального Росприроднадзора Сергей Геремин вообще поставил под сомнение способ, который используют чиновники, заявив, что это может привести к серьезным экологическим проблемам, ведь вся грязь сливается в Иртыш и ОМИ. Вообще избавить Омскую область от паводка можно. Региональные спасатели вместе со специалистами Минприроды уже несколько лет разрабатывают проект. На некоторых участках в поймах Иртыша скопление грунтовых вод расположено слишком близко к поверхности земли, и в период паводка там возникают подтопления. Избежать этого можно, если опустить грунтовые воды хотя бы на пару метров. Несудимый и только традиционной сексуальной ориентации. Какие еще требования предъявляют будущему городоначальнику, а те, кто его будут выбирать, расскажем сразу после рекламы. Оставайтесь на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Радио Сибирь». Слушай себя. Это «Омск. Здесь». Мы продолжаем. Желающие стать новым мэром Омска должны подать необходимые документы до 4 апреля. И с теми, у кого они окажутся в порядке, 14 апреля члены комиссии по выборам городоначальника проведут собеседование индивидуально. Из всех кандидатов выберут двух. И уже из них 19 апреля после голосования депутатов горсовета должен остаться один. Он и станет новым городоначальником. Этапы выборов утвердили на минувшей неделе на первом заседании комиссии. А возглавил ее управляющий Омским отделением пенсионного фонда Сергей Тодоров. Ну а в конце прошлой недели около 37 мячей вышли на митинг с требованием вернуть прямые выборы мэра. С предложением провести референдум по этому вопросу выступил общественник Игорь Басов. Однако обл. избирком в плебисците отказал. После этого активист обратился к депутатам ЗАГС Собрания с призывом инициировать изменения в муниципальном законодательстве. Простой народ начинает считать за бесправное быдло и его мнением никто не интересуется. Эти люди обладают своим, но они все равно представляют какие-то группы. Они представляют каких-то все равно представителей, то есть или партийных, или каких-то группировок, только в таком плане. Они своим мнением не обладают и будут, конечно, представлять тех, кому им скажут. Мы поинтересовались мнением членов комиссии по выборам мэра и узнали, каким они видят будущего градоначальника. Всем им задали 10 одинаковых вопросов. Проанализировав ответы, мы составили идеальный портрет нового мэра. Итак, исходя из большинства голосов членов комиссии, будущий градоначальник должен иметь опыт работы на руководящей должности. При этом образование, гуманитарное или техническое, для членов комиссии не важно. Равно как и политические взгляды будущего градоначальника. Мэр, должность публичная, поэтому он должен доходчиво излагать свои мысли и быть контактным. По крайней мере, таким его видят больше трети членов комиссии. По мнению остальных, отсутствие этих качеств не преграда, чтобы занять пост главы города. Новому мэру должно быть от 50 до 60 лет. Таково мнение большинства. Будет ли градоначальник коренным омичом или вообще не жил в Омске, по мнению членов комиссии, это не важно. А вот отсутствие судимости – фактор определяющий. Так считают практически все выборщики. Единодушный член комиссии в вопросе зарплаты мэра он должен получать не менее 200 тысяч рублей в месяц. Семейное положение нового градоначальника не важно, а вот его сексуальная ориентация должна быть традиционной. Так считают все члены комиссии. К другим темам. На этой неделе арбитражный суд признал скандально известного застройщика микрорайона Ясная Поляна компанию «Рокос» банкротом. Введено конкурсное производство, на этом настаивал основной кредитор – казахстанский АТФ-банк. Напомню, инициировано банкротство было еще 8 лет назад, в 2009 году. С 2010-го началась процедура финансового оздоровления. Планировалось, что застройщик сумеет рассчитаться с долгами и дома достроит. Однако один возвести так и не удалось. Без своих квартир остались 164 дольщика. Как заявили в компании «Рокос», на то, чтобы достроить пятиэтажку, нужно около 140 миллионов рублей. Эту сумму, возможно, и придется собрать тем, кто так и не получил своего жилья в Ясной Поляне, создав жилищно-строительный кооператив и продолжив возводить дом уже с новым застройщиком. То есть, по сути, люди вынуждены платить за те же квартиры второй раз. Впрочем, шанс вернуть хоть какие-то средства все же есть. Мы понимаем, что первые этажи возможны коммерческие. Здесь надо как раз застройщикам, дольщикам внимательно смотреть те площадки, которые не являются жилыми. Вот их надо отслеживать. И конкурсный управляющий будет, когда формировать реализацию этого участка, ведь кто-то же появится, кто будет достраивать, он должен выкупить остатки и с людьми дальше работ. Вот когда выкупят остатки, денежные средства будут пропорционально распределены между теми, кто включился в реестр в денежном выражении, не в имуществом, а в денежном выражении. Если некоторые дома никак не могут достроить, то другие, наоборот, не получается снести. Омск занял первое место в рейтинге городов-миллионников в стране по количеству хрущевок, построенных еще в 60-е годы прошлого века. Рассчитанные здания были на 20-25 лет, но и сейчас, 60 лет спустя, в Омске от общего числа домов 38% именно хрущевки. В Новосибирске, к слову, таких домов всего 24%, в Екатеринбурге 27%, в Красноярске 33%, в столице итого только 14%. Но именно в Москве их собираются снести, а в Омске делать этого не планируют. Почему и как сегодня горожане живут в домах с истекшим сроком годности, расскажет Ольга Печкурова. Чтобы жить в хрущевках хоть с минимальным комфортом, люди двигали не мебель, стены, вспоминает омичка Наталья Горобчук. Риэлторы подтверждают, 80% квартир приходилось перепланировать. Вот она дверь, вот она, ее даже видно. Вот она дверь. Вот здесь вот вход. Здесь была кладовка у меня вот так. На свои 47 квадратов Наталья переехала, когда ей было 8 лет. Здесь же выросли трое ее детей. То, что сейчас считается тесным и неудобным, тогда новоселам казалось настоящим дворцом. Еще бы, как правило, в хрущевке переселяли жильцов из комнат на подселение, бараков и даже землянок. У нас проходная была вот так вот, и мы оттуда, в общем, куролесили на велосипеде вдвоем. Одна из характерных особенностей хрущевок – маленькие кухни. Всего 6 квадратных метров. Но сделано это было не просто так. Программа партии в те годы предусматривала широкое развитие сети общепитов. Советский человек должен был питаться в столовых, дабы не отвлекаться от трудовых подвигов на покупку еды и приготовление пищи. А кухня так нужна была для того, чтобы чайку попить или слегка перекусить. А для этого больших размеров не требуется. Те, кто до новоселья жил в национализированных доходных домах, с собой забирали дореволюционную мебель. И тут случался казус. Рассчитанные на высокие потолки и большие пространства. Трехметровые шкафы в крохотные квартирки не помещались. Комиссионки оказались завалены антикварной мебелью. А запасники музеев пополнились бесплатными экспонатами. Проектировщики хрущевок не рассчитали многого. Человек умер на пятом этаже. Сейчас умирает его сразу на том, кто там, правильно? А раньше было выносили из квартиры. Гроб с пятого этажа спускают на веревках. А и проходят, потому что узкие двери. В Омске хрущевки строили 20 лет. С 1958 по 1978 годы. Целыми микрорайонами на окраинах города. Многотонные плиты отливали на заводах. А для их перевозки специально проектировали новые модели грузовиков. На месте дом собирали как конструктор, скрепляя блоки металлом. Это и стало слабым местом серийных построек. Эти панели вверху внизу к этому каркасу просто приварены металлическими стержнями. Вот они уже начали ржеветь, да? Они уже начали ржеветь. Ну и сами эти швы. То есть они же тоже утеплялись. И они уже разлагаются. То есть там сам материал уже потерял свои свойства защитные. Сегодня в Омске около двух тысяч пятиэтажек, построенных в советское время. 177 из них с неполным каркасом. В таких домах несущие стены меняли на колонны. Это самый ненадежный проект. Строить так запретили еще в 1966 году. С 2009 по 2013 год в Омске действовала программа модернизации этих домов. Каркасы усиливали, стены утепляли и обшивали сайдингом. Отремонтировали 52 дома, потратив почти четверть миллиона рублей. Сейчас в Омске осталось 125 таких опасных хрущевок. В следующие пять лет планируют реконструировать только 20 домов. Массово расселять и сносить панельные пятиэтажки, как это предполагают в Москве, в Омске не смогут. В бюджете нет средств. Впрочем, сами омичи похожи и не считают такое жилье плохим. Хрущевки покупают, потому что, во-первых, это готовые квартиры, как правило, да, квартиры с ремонтом. То есть людям это интересно, потому что можно сразу заехать в эту квартиру и жить. И есть ситуации, когда ремонт очень хороший, и цена все же ниже, чем новое жилье по сравнению с ценой квадратного метра. Быстро возводимые дома-конструкторы не решили своей главной задачей обеспечить жильем все советские семьи, но стали самым массовым жильем. Изначально их строили на 20-30 лет, но они простояли уже в два раза больше положенного срока. И закончится этот архитектурно-жилищный эксперимент, похоже, не скоро. После рекламы расскажем, почему все больше мячей предпочитает фитнес для ленивых. Оставайтесь на продвижении. Оставайтесь на продвижении. ХПИП. Город звучит. Хорошо там, где есть «Радио Дача». 101.0 FM в Омске. Радио «Сибирь». 103.9 FM в Омске. Это Омск. Здесь мы продолжаем. Самому молодому омскому бизнесмену, официально открывшему свое дело всего 16 лет. А 14 индивидуальным предпринимателям в регионе от 80 до 88. Это свежие данные налоговой службы. Самая распространенная сфера бизнеса – торговля. На начало марта в Омской области было зарегистрировано почти 50 тысяч предпринимателей. Однако просуществовать долго в непростых экономических условиях удается не каждому делу. Мои коллеги расскажут о самых ярких проектах малого бизнеса, которые закрыли практически сразу после того, как идею начали воплощать в жизнь. В ручей комната, метла и чай с корнем Андрагоры. Кафе «Дрявый котел» исчез не по волшебству, а из-за финансовых трудностей. Лишь два года паб в стиле вселенной книг о Гарри Поттере радовал поклонников творчества Джоан Роулинг. Но 31 июля 2016 года двери для мечей закрылись. По словам владельцев, из-за затянувшегося ремонта фасада здания, в котором находилось кафе, количество посетителей сократилось почти в четыре раза. Да и рост цен на продукты в сочетании со стоимостью аренды помещения в центре Омска подорвали бюджет предприятия. Другой бар «Кава-кава», который специализировался не на сказочном меню, а на здоровой пище, тоже закрылся. Цены на смузи или салат были выше средних по Омску, но зато все без глютена и сахара, так обещали хозяева бара. Заведение посещали веганы, вегетарианцы и просто приверженцы правильного питания. Но всего лишь один год из ранее широкого ассортимента в продаже осталось лишь арахисовое масло. Еще меньше всего несколько месяцев просуществовала идея создания безразмерных вещей. Серию толстого кокона размера «Супер Биг Сайз» хотел создать Амич. И не для того, чтобы скрывать, к примеру, недостатки фигуры, а для уютного отдыха. Чтобы обернуть в свой кокон всех модников Омска, дизайнеру нужно было 80 тысяч рублей. Однако собрать удалось лишь 18. Больше не откроет свое окошко и передвижная жаровня. Летом место было популярно среди омских хипстеров. Владелец прицепа, который оборудован под мини-кафе, выставил на продажу свое детище. Две фритюрницы, роллерный гриль, вафельницы для шаурмы, холодильник и вывеска. За все владелец просит 250 тысяч рублей. И, как указано в объявлении, продает, потому что далеко живет от города. По всей видимости, в сельском районе мобильная жаровня популярностью не пользуется. В отличие от другого бизнеса, чуть меньше 200 тысяч рублей просят за свои ростовые куклы Амичка. Мобильный театр, в репертуаре которого спектакль «Юный следопыт», рассчитан на дошколят. Амичка предлагает костюмы персонажей Маши и Медведь, реквизит и даже электронное письмо с отзывами от заведующих детскими садами. В объявлении указано, что такой бизнес очень доходный и приносит от 5 до 22 тысяч рублей в день. Правда, почему его создатель от него избавляется, не сказано. И последнее. С приходом весны Амичи массово скупают абонементы в фитнес-центре и выходят на пробежки. Многие предпочитают использовать фитнес-трекеры и другие гаджеты, которые якобы помогают в занятиях. Мой коллега Дмитрий Ковалев изучил самое интересное устройство, узнал, насколько они могут помочь в занятиях, и выяснил у специалистов, безопасен ли вообще такой фитнес для ленивых. Хотите получить плоский сексуальный живот, не проливая пот и не посещая спортзал? Хотите удивить тех, кто увидит вашу идеальную брюшную мускулатуру, полученную без лишних усилий? Такие рекламные ролики были популярны несколько лет назад, но и сегодня у ТВ-магазинов есть покупатели. Весной самый популярный товар – вот такие тренажеры, якобы позволяющие создать идеальную фигуру. Но купившие такие приборы в отзывах описывают только свое разочарование. Эффекта нет, а электрические разряды приходится терпеть несколько минут в день. Тренер Александр Капустин также считает, что пояс, который стимулирует пресс электричеством, не позволит нарастить мускулатуру, а возможно даже навредит нервной системе. Секрет идеальной фигуры – это прежде всего правильное питание и постоянные тренировки. Пресс в 6 кубиков будет только тогда, когда мы будем много пахать в зале, будем правильно питаться. Без этих основополагающих моментов у нас пресса не будет идеального. Впрочем, сейчас в тренде умный фитнес. Люди надеются на гаджеты, которые помогут им вести здоровый образ жизни. К примеру, трекеры, которые следят за состоянием организма, а информацию выводят на экран смартфона. Более дорогие модели мотивируют владельцев работать над собой. Некоторые – радикально. Браслет Павлова, названный так по имени русского ученого, бьет владельца током, если он ленится. Этим же браслетом можно пользоваться как будильником. Если попытаться отложить время пробуждения дважды, ударит током. А вот эта небольшая клипса не только считает пульс, но и следит за осанкой. Цена почти 4000 рублей. Другое устройство размером с банковскую карту способно оценить соотношение мышечной массы и жира в организме. Чтобы во время занятий фитнесом не отвлекаться на посторонние шумы, разработчики придумали специальную повязку. Миниатюрные наушники встроены в нее таким образом, что не намокнут даже во время ливня или после пролитых вами семи потов. За такой девайс придется заплатить как минимум полторы тысячи рублей. Для любителей визуализации придумали специальный козырек. Во время пробежки на виртуальном экране видно скорость движения, пройденное расстояние и частоту пульса. Но такое устройство стоит уже больше 10 тысяч рублей. Поэтому чаще всего спортсмены используют обычные пульсометры. Во время тренировки Ольга Зюбан надевает его под майку, а умные часы на руке предупреждают о том, что упражнение пора прекратить. Это браслет, он отслеживает мой сердечный ритм. То есть во время тренировок я могу наблюдать эффективность тренировки и не превышать норму допустимого. То есть если пульс очень большой, то для организма это нагрузка, это вредно. Впрочем, слепо полагаться только на технологии не стоит. Браслет, смарт-часы, приложения на смартфоне не смогут точно оценить состояние организма. Врачи считают, что электронный трекер может подорвать здоровье. То есть контролировать пульс, электрокардиограмму, температуру. То есть как прибор для самоконтроля. Он не является прибором, дающим конкретные рекомендации и как бы разрешающим допуск к самостоятельным занятиям. Прежде чем идти в фитнес-центр в надежде сбросить накопленные килограммы или набрать мышечную массу, тренеры советуют сначала проконсультироваться у терапевта. Летальные случаи в спортивных клубах Омска уже происходили. Дмитрий Ковалев, Евгений Русенко, Дмитрий Головко. Омск здесь. Хорошей физической формы вам и разумных финансовых вложений. Это была программа Омск здесь. До встречи через неделю. Дмитрий Ковалев, Евгений Русенко, Дмитрий Головко.